коллеги я вас приветствую сегодня у нас четвертая часть практического занятия для разработчиков начального уровня то есть для тех которые только начинают программировать и которые хотят связать свою профессиональную деятельность с разработкой с программированием с языком си шарп сегодня мы продолжим изобретать велосипед ну изобретать велосипед это так в кавычках на самом деле мы будем делать калькулятор я специально взял самый простой вариант предметной области калькулятор два числа сложили показали результат все больше ничего поэтому моя цель углубиться непосредственно в процесс разработки в паттерн и в объяснение в naming convention то есть то что обычно использует разработчик своей жизни в процессе разработки так сказать в процессе написания кода ну а если говорить про то какие у нас на сегодня цели и задачи то здесь собственно говоря все написано мы посмотрим что такое депрендант инжекшн контейнер немножко поговорим про паттерн немножко про принцип все это депрендант инжекшн они связаны с инверсу в контрол это несколько понятий которые между собой очень сильно переплетаются я покажу статью на своем сайте в котором я попытался это все объяснить если будет интересно почитайте но задача у нас сегодня разобраться с депрендантин инжекшн контейнером что это такое какая от него пользует для чего он нужен как в него положить как из него взять что из-за черный ящик мы разберем на конкретном примере simple и ок что это такое внутри этот контейнер этот этот simple и ок то есть инверсу в контрол когда-то давным-давно написал я положил нугит пакеты и забыл и начал использовать те которые существуют мы узнаем какие бывают контейнеры опять же очень кратенько сколько их в чем у них отличия и так далее дальше мы посмотрим что в sp.net core есть свой встроенный dependency контейнеры собственно говоря одна из причин почему я перестал развивать свой контейнер не только в sp.net core но и в других есть другие фреймворки которые позволяют на разных платформах использовать контейнеры и если учесть что есть люди которые пишут лучше меня код и у них больше на это времени в частности на написание контейнеров я тоже оставил эту задачу итак в sp.net core есть собственный ди контейнер dependency injection контейнер и мы его внедрим в наше приложение которое называется калькулятор который построен на на консольном приложении посмотрим как с ним работать для чего оно нужно вообще как то что это ну вот вот такие вот планы но перед тем как перейти к visual studio пожалуйста подпишитесь на канал поставьте колокольчик я думаю что вы все знаете для чего это нужно и в общем-то ну все давайте переключаться итак я предлагаю нам начать с уборки и сделаем это следующим образом я вот этот весь код который сейчас у вас на экране он в общем-то говорит о том что это все привязано именно к аргументам это обработка создание инстансов и в общем-то нам это будет сейчас мешать я хочу это вынести в отдельный метод и сделаю это следующим образом я вырежу все и скажу что месте war output сервис равно ну допустим процесс аргумент то есть обработай аргументы я передам туда как раз ар нет арга с вот и создам этот метод он будет внутренней правит я имею ввиду да даже вот статичные возвращать мы будем ай а вот вот сервис получать аргументы и вставим место вот этого экземпшена как раз обработку этого аргумента далее смотрите есть есть такая концепция и фэллс ну во первых это правильная концепция и фэллс то есть либо одно выполняется либо другое и надо понимать что в последнее время в общем все на самом деле меняется и такое понятие как лс уефа но в общем-то не принято что ли использовать или разработчики стараются его не использовать и в общем-то я один из них и вот почему то есть когда вы делаете подобный рефакторинг у вас цель программы цель работы метода она меняется в данном случае я могу сразу сказать что я возвращаю что там return а здесь тогда и то есть я выйду из выход выйду из этого и фада и получается что мне элс как таковой не нужен потому что я для работы и другого напишу return другой тип то есть программа начала работать по-другому и собственно код изменился я возвращаю instance вот здесь создается если консоль если не консоль то создается message box данном варианте на данный момент пока меня это устраивает нашего заказчика мы больше пока слушать не будем потому что дальше будем изучать этот процесс так давайте вернемся к тому что у нас вот в этом месте есть какое-то количество инстансов или экземпляров если говорить по-русски которые так или иначе между собой переплетены помните я говорил про сервис помнить я говорил про провайдер вы в принципе вправе изменить название провайдерный сервис пусть это будет все сервиса но потом в общем вы попомните мои слова когда встретитесь с рекурсией зависимости и так что нам теперь нужно сделать для того чтобы поговорить дать им для начала поговорим для контейнер давайте сделаем таким образом я в комментарии к описание к этому видео накидаю немножко ссылок сейчас я их всех покажу и чтобы не вдаваться в подробности вы просто почитаете чтобы у вас было представление опять же по желанию да почитаете или нет почитаете но так или иначе я буду говорить о том что в этих ссылках описано но я все-таки хочу сосредоточиться на примерах и так давайте я открою все ссылки на вот они и так есть в моем блоге статья которая называется dependency injection принцип паттерн контейнер надо понимать что это три разных понятия и здесь они достаточно подробно описаны и взаимосвязи между ними я думаю что это не составит особого труда потратить пять минут дальше есть dependency контейнер своими с руками это как раз тот как раз тот самый не прошу не говорился simple и ок в общем то вот который лежит вот в этом nugget пакете ой даже есть видео видимо что-то я уже про него рассказывал ну вот видите какие нюансы всплывают вот simple и ок его можно поставить его уже много раскачивали там как раз непосредственно вот этот вот содержимое вот этого файла то есть если вы установите вас появится файл который будет называться simple и вы можете поставить бряку использовать его мы наверное так и сделаем для того чтобы проверить как это работает ну и еще я говорил про то что этих dependency и контейнеров dependency injection конвера их огромное количество и вот на этом сайте они практически все перечислить ну не все большинство из них перечислено и они с каждым годом плодятся каждый думает что он изобретет лучше есть те которые уже закоренелые которые уже очень давно на разных платформах на них все отличаются по производительности я скажу что я использовал ну давайте скажу честно так драй а йог я использовал simple injector так здесь еще должен быть автофак я его использовал и фанк тоже его вспомнил что-то его здесь не вижу видимо какой-то уже современный вот mbm toolkit да там тоже есть контейнер ну в общем контейнер вот автофак как пишется что по показать да вот наверно unity контейнер обязательно использовал и в общем понимаете что это такая штука которая ну давайте так немножко про давайте еще тогда вот последний ссылку опишу которая будет комментарии это vsp.net core если вы будете писать какие-то приложения vsp.net core там бэкэнды или api или там я не знаю сервисы то там тоже есть dependency injection и поэтому теоретически было бы правильно в общем-то прочитать про эту штуку и как минимум понимать что это такое что за контейнер для чего они нужны и вообще что с ними делать надо сказать что контейнер ну вот опять же если говорить про то что написано здесь это инструмент это тот инструмент который позволяет решать зависимости то есть резолвить некоторые экземпляры некоторых классов причем создание экземпляров и классов в том числе иерархических в нашем случае если говорить про вот эту вот иерархии то есть наш вот этот open input operand провайдер зависит от о output сервиса который тоже собственно является инжектом для вот этого провайдера то это иерархия то есть один без другого работать не будет и контейнер это разруливает автоматически то есть он сам знает что куда создать чтобы дать экземпляр класса и это мы сегодня проделаем дальше у нас есть такое понятие как управление жизненным циклом то есть если я создам экземпляр класса но смотрите есть куча паттернов как например singleton или допустим какой-нибудь обычно да singleton на нем пока остановимся то есть singleton говорит о том что во время работы приложения будет создан только один экземпляр класса и других экземпляров не будет создана всегда будет выдаваться один и тот же зачем это делается например у вас есть какой-нибудь игра например крестики нолики и при каждой игре у вас есть сервис который называется ско сервис ну то есть содержит счет и вы хотите накапливать вот этот самый счет который был ну допустим два пользователя играет между собой вы накапливать хотите там сколько игр они сыграли у кого сколько побед и поражений это можно хранить в одном сервисе и таким образом если у вас этот сервис будет разруливаться при помощи контейнера или при помощи singleton ну то есть вот этого паттерна то вы можете накапливать вот эту информацию об этом самом в этих самых играх то есть понятие singleton можно будет реализовать как в контейнере так и специальным паттерном грубо говоря эта штука запускается один раз в начале старте приложения и потом она хранится в памяти до тех пор пока приложение не будет выгружена таким образом сохраняется счет а если вы поставите не будете вы хранить как singleton как одиночку то есть на все приложение то вас при каждой игре будет счет сбрасываться и собственно игра будут 10 или 01 зависимости от того кто проиграл или выиграл все на этом как бы закончилась я думал что этот пример был показатель так вот контейнер на самом деле может управлять жизненным ссылкам объектов более того он может его не только делать singleton или там не singleton то есть когда выдается каждый раз при запросе из контейнера разный то есть новый инстанс то есть чистый голый абсолютно в хорошем смысле конечно же так вот помимо singleton или transient например то есть как это говорится в из продукт нет контейнере то есть не singleton то есть каждый раз новый инстанс есть еще и треки так называемый скоб да или есть другие контейнеры у них это называется по-другому но то есть когда вы шарить и вот этот вот объект этот то есть инстанс этого объекта экземпляр этого объекта между несколькими запросами между несколькими циклами выполняемых операций над ним но это тоже имеет место быть особенно это заметно когда вы делаете допустим и спадут на это приложение или опять какой-нибудь и там один реквест не нужно чтобы какой-нибудь объект жил в памяти на момент действия этого реквеста пока не будет выдан response а это может быть проделана в процессе вот этой обработки реквеста может быть проделана много-много всяких операций и вот на протяжении всех этих операций будет жить ваш объект ну это наверное уже пошел в дебри вы не почитаете и поймете что все без собственно моего указ моей указки ну и третье плюс в том что в любом конструктор но практически в любом да опять же в хорошем смысле этого слова можно получить доступ к любому объекту программы то есть инверсия зависимости опять же ладно прочитайте про это так я думаю что я уже много наговорил я не хотел делать теорию я хотел только практику и тем не менее давайте переключимся visual studio и поймем что у нас есть какая-то штука которая создает инстансы вот это вот new как раз создает этот экземпляр этого класса здесь этого здесь прокидывается и вот это вот все на самом деле здесь это работать будет потому что это красиво просто и никаких проблем нам не составило написать new но более сложных программах более сложных механизмах использования например spd.net core или доп.pe в приложениях вот это вот простота она может стать адом и для того чтобы но давайте еще затрону одну тему допустим мы захотим написать юни тесты то у нас получится что не очень сильно получится вот сейчас мы должны будем создать инстанс который будет допустим парс оперант сервис мы захотим написать на него юни тесты и для того чтобы юниты заработал нам нужно обязательно реальный класс output сервиса и все такое но в общем то если возвращаться к теме абстракции которые его были в предыдущий раз в предыдущем видео описаны то нужно понимать что как раз вот эти абстракции могут в данном случае у нас нет абстракции мы говорили про а юни то есть как называется output сервис абстракция вот как раз абстракции юнит тестирование помогает так я опять хожу в дебри давайте вернемся назад давайте в конце концов посмотрим что такое симпли йог давайте я вот так вот загружу чтобы мы могли узнать как эта штука работает мне нужен нугит пэккэдж который называется симпл йог я его поставлю это открытый код симпл йог давно не открывал даже уже нету в истории симпл йог вот это просто файл который в общем-то и и содержит в себе реализацию депенденсии инжекшн контейнера так теперь его осталось найти или он у меня от компилированы так я могу вас конечно и обмануть симпл йог да я вас обманул ну что ж сказать и про старуху бывает порнуха значит в нугит пакете лежит от компилированный проект давайте тогда попробуем его просто заиспользовать а исходники вы найдете вот в той статье по которой показал тем более что они там есть и так вот эти инстанции мы пока опустим чуть пониже собственно говоря наверное этот пока оставим наверху мы там обрабатываем аргумент и так давайте я попробую написать симпл йог дальше у нас тут есть что нет давайте вот так вот напишем холм ты не равеню симпл йог и собственно говоря теперь у нас есть контейнер который мы можем зарегистрировать какой-то инстанс зарегистрировать дженерик инстанс то есть именованный зарегистрировать инстанс как singleton и в общем-то разрезовывать это вот простые кстати манипуляции которые можно сделать с контейнера и они очень наглядно реализуются и в исходниках вы можете посмотреть то есть современные контейнеры могут делать гораздо больше много всего всякого полезного но вот это вот основы то есть для начала нужно в контейнере что-то зарегистрировать и в данном случае я делаю зарегистрировать ай что там нас аутпут сервис и в общем-то смотрите я могу зарегистрировать аюту сервис как интерфейс то есть то непосредственно что я обычно буду инжектить в другие провайдеры и вот это вот ты live она показывает то что у меня может обязательно должна быть реализация этого интерфейса и в данном случае это у нас две реализации до консоли что там нас консоли output сервис и соответственно есть еще другой message box output сервис то есть у меня две реализации одного и того же сервиса и теперь я бы хотел сделать следующее раз у меня есть возможность сделать а input сервис реализацию я хочу вы сделать реализацию с одной стороны я могу здесь написать интерфейс есть я делал то есть сделать вот таким вот способом . интерфейс и вот это бы был у меня интерфейс который бы я например использовал в юнит тест но мне это в принципе пока не требуется я наверное не буду это делать но тем не менее имейте ввиду зачем делать интерфейс это возвращаясь к разговору о том что для чего нужны интерфейсы и я могу собственно говоря зарегистрировать здесь только этот интерфейс то есть ой смысле только этот класс то есть тип я могу также зарегистрировать смотрите другой float провайдер и я общем то все могу зарегистрировать если честно давайте я так и сделаю у меня здесь нет никаких реализации дополнительных то есть никаких интерфейсов нету и в данном варианте они по большому счету мне не нужны потому что я нигде и никаким образом не буду использовать их как-то по-другому но как только у меня потребуется калькулятор провайдер другой какой-нибудь там я не знаю ну байнари до калькулятор бинарный код складывать это другой вариант и мне придется сделать интерфейс сделать другую имплементацию этого интерфейса то есть реализацию и тогда я буду регистрировать 2 и так получается что я создал simple его кто есть контейнер какой-то там контейнер который черный ящик по большому счету я зарегистрировал так сказать типы причем можно зарегистрировать прямой тип то есть непосредственно реализацию а можно интерфейс и его реализации а теперь давайте попробуем прямо так вот бухты-барахты получить получить из контейнера ну например давайте калькулятор принять давайте сначала output сервис но эти регистр происходит два раза для вот под сервисы две реализации сделал насколько помню контейнер настолько простой что он по-моему дан одну реализацию заменяет на другую ну давайте напишем output сервис напишем у нас будет равен у нас уже есть вот тут сервис давайте напишем 2 и что нам нужно из контейнера получить резов где-то у нас есть такой generic тип и это будет ай output сервис но насколько я помню он должен заменить одну реализацию на другую то есть сколько бы раз и не регистрировал а я вот тут сервис их реализации он должен в общем-то их заменить все последующие и это легко проверить output сервис 2 . принт да то есть у меня будет не пачка не коллекция объектов а будет только одна ну давайте там что там у нас есть только верти вот так теперь поставим здесь брейк поинт и запустим и так у нас да как вы видите месседж бокал тут сервис ну ради прикола давайте проверим я пытаюсь показать что черный ящик не такой уж и черный то есть и так понятно как он работает просто ящики вот эти вот контейнеры они работают по-разному кто-то как удаст простой не может регистрировать пачку кто-то может как дополнительные расширения разрешение из которой можно и теперь у нас до последний регистрируется в он доступен ну в общем то у нас как раз задача в том что в зависимости от того какие пришли аргументы мы можем в общем то получить те или иные тот или иной вывод на экран данном случае нас теоретически не интересует месседж бокс мы всегда будем использовать смотрите мы сейчас в предыдущем видео говорили о том что у нас там есть злой заказчик и что у него разные требования я думаю что сейчас нам нету смысла распыляться на вот эти вот сложности я сделаю по простому я удалю этот реализацию этого контейнера и вот этот вот output сервис у меня теперь не будет зависеть от параметров опять же только для того чтобы показать теоретическим есть контейнеры которые могут по названию параметра вытащить конкретный instance конкретного класса то есть экземпляр зависит от того какие были аргументы этот контейнер не поддерживает поэтому я его использовать дальше ну давайте покажу что такое иерархическая зависимость опять же чтобы понимать как это работает давайте тогда пока закомментирую и есть у нас output сервис я вы здесь этапа получу тем более он у меня уже работает это я уберу то есть если вот здесь вот в этом месте мы написали регистришь он давайте так вот напишу и объекты до напишем то вот здесь я сейчас буду их резолвить то есть ей буду доставать из контейнера надо понимать что в консольном приложении здесь это как бы не совсем красиво звучит но во всяком случае очень наглядно до резолвен объект и мы пусть делали резол в контейнер опут сервис дальше нам нужен но вы знаете давайте сделаем по-хитрому нам кто там нужен а вот вот этот вода и я сделаю импутер до бар импут сервис теоретически ой не так написал равен контейнер . резолв у нас вот есть как раз тот самый инстанс и теперь а еще мне нужен импут стринг сервис давайте его тоже за резолвен я вот так вот по простому сделаю control в и отсюда вы заберу control c control в ой input так вот то есть давайте пока вот так вот берем я теперь могу не создавать инстансы вручную а в общем так как вы понимаете я могу их получить из контейнера я сделал это следующим образом я закомментировал то что мы создавали вручную а теперь все вот эти инстансы где он еще есть это же парс об же где он вот он я могу сделать вот так control в и сказать что это будет теперь не вручную созданный инстанс а взятый из контейнер визов и кто он там как называется вот этот вот импульт оперант и естественно здесь ничего не должно быть скобках вот и теоретически мне последний сервис остался который называется калькулятор ну я сделал так вот повторяю я работаю с очень простым контейнером которые для наглядности исходники лежат в блоге можете посмотреть реально прям скопировать и создать файл этот вручную нет компилированный и тогда прям поймете как это все работает клон нет что там калкулатор о подсказка есть отличное что сэкономить время таким образом регистр нет не регистр резов вот так вот теперь вот этот вот инстанс как вы видите у меня раньше он опускался во флот провайдер и operant провайдер то есть я сейчас он как видите мне не нужен но будет ли у меня вот этот вот operant провайдер работать давайте проверим то есть сейчас мы просто запустим приложение и посмотрим что он действительно работает посмотрите у меня как бы все сработало я завожу в одно число я завожу другое число я выбираю оперант и у меня получился результат и собственно говоря речь как раз идет о том что сам контейнер знает что у меня вот этот вот input сервис ну давайте вот так вот его переименуем input флот провайдер потому что он все-таки провайдер и этот переименуем парс что там input оперант провайдер и соответственно калькулятор сервис ну в общем я рекомендую чтобы вас название переменных совпадали с типом как вот сейчас у меня то есть у меня input сервис теперь уже не требуется а давайте поставим здесь breakpoint и запустим эту штуку чтобы увидеть что собственно говоря внутри у меня резолбится и так смотрите output сервис у меня пустой а вот input флот не пустой он созданный экземпляр мы знаем что он тип имеет консоли сервис то есть вот регистрация была для этого интерфейса было загрязнена эта реализация он меняю в эту реализацию и нашел дальше у меня получается флот провайдер и как вы видите где-то внутри у меня лежит output сервис и input string сервис то есть я его явно не резолвил а не резолвер не резолвер не разрешал ну не создавал его не брал его instance из контейнера контейнер самого нашел увидел что требуется и в общем-то подсунул его в этот провайдер я прошу прощения заговорился input оператор делал то же самое у меня есть input string сервис а в калькулятор провайдер появился output сервис то есть я ничего этого не говорил то есть у меня контейнер умеет находить зависимости вливать их друг дружку и выдавать мне конкретный instance рабочий которым собственно говоря я и пользуюсь я запускаю и в общем-то у меня как вы видите все работает да что-то мне как-то мания делить ну наверно потому что я делюсь так давайте отсюда уберем нет я извиняюсь остановись 9 и это уже у нас четвертая версия таким образом получается инстанции мне создавать больше не нужно они у меня резолвится из контейнера и этот контейнер очень простой я напоминаю по ссылке в описании можно найти его внутренности как он работает там даже где-то было видео которое объясняет можете поставить бряки и реально посмотреть как это работает это важно понимать потому что если будут какие-то проблемы с контейнером без понимания того как это работает на самом деле очень сложно теперь давайте сделаем основную часть которую я планировал для этого видео мы не просто давайте вот этот контейнер я удалю и мы установим другой контейнер который используется вайспай.net core чтобы вы понимали как с ним работать если вдруг потребуется с ним работать например в веб-приложениях и так simple.io к нам уже не нужен программа у нас немножко поломалась а нет на самом деле ничего не поломалась да вот утилита и удалим а теперь установим тот самый да что такое не придет контейнер который используется вайспай.net core где-то ссылка в описании есть на него там в общем то тоже все просто давайте напишем депенденси вот я уже писал здесь есть microsoft abstraction сейчас один момент вот вот это вот как раз то что нам нужно хотя наверно вот это нам больше подойдет депенденси инжекшн здесь как раз есть контейнер так у нас есть ошибка которая говорит что у нас simple.io к используется дает все верно и теперь мы будем создавать контейнер но он создается на самом деле разные контейнеры могут создаваться по-разному я видел реализации например of the fact там одна программа создают контейнера другая его наполняет и в общем то наоборот но мы здесь делаем по-простому у нас контейнеры еще пока нет давайте сделаем таким образом bar services равен new service collection и теперь вот эти вот сервисы можно как бы оси р сервисы можно наполнять прямо в исполнить корт тоже самое сервисы с . и здесь мы можем это скопать вот тот самый да вот смотрите на самом деле сервис из эта коллекция каких-то сервисов ну грубо говоря это тот самый контейнер в котором есть вот всякий singleton transient скопать если говорить про их назначение то сейв гантон singleton регистрирует один инстанс на все приложение какой бы вы раз нигде ему не обратились к этому контейнеру и не спросили какой-нибудь экземпляр кого-нибудь объект он всегда будет один и тот же выдавать то есть он никогда не поменяется transient всегда будет выдавать собственно игра новый экземпляр класса сбрасывая все что там было использовала раньше бы никуда каждый раз новый экземпляр и без вариантов а скопать выдается ну в зависимости от каких-то зависимостей то есть опять же говорить если про request response то скопать будет жить например на длину жилья жития жития житие мои этого реквеста то есть пока он живет будет этот а там может в момент вот этого выполнения реквеста может проходить много всяких инжектов и всегда будет вдаваться на один этот реквест одни и те же инстанс одни и те же экземпляры этого и того же класса так ну собственно это значит что при следующем реквесте будет выдан другой чтобы нужно было понимать и так я буду делать очень просто я буду регистрировать transient ай а вот тут сервис и здесь по образу и подобию как и в моем моей реализации тоже можно написать ну здесь видите больше больше она написан то есть сервис the implementation мне implementation на консоли output сервис и давайте я зарегистрирую сразу и второй у нас есть менедж ой message box прошу прощения message box output сервис да они тоже здесь это то есть simply ок давайте я тогда вот так вот сделаем вот здесь напишу сервис с здесь напишу это транзиент ой не удалил ну в общем нужно уметь пользоваться редактором тогда у вас код будет писаться быстрее ну в общем то что вот я уже почти что написал давайте я вот так и теперь получается что у меня вот эта штука отработала и теперь у меня нужно где-то взять этот контейнер и этот контейнером не берется и сервисов билд сервис провайдер но вот сервис провайдер да как бы неоднозначное название microsoft а ну вот они так придумали то есть у нас есть сервис collection и сервис провайдер грубо говоря мы создаем сервис collection в котором регистрируем все а потом билдим сервис провайдер и у нас вот этот теоретически должен стать давайте так вот сервис провайдер который в общем-то по большому счету и есть тот самый контейнер ну а у них собственно говоря у microsoft и используются другие методы например get services это когда я могу получить пачку кстати о том что i output сервис у меня зарегистрирован с двумя реализациями я могу получить get services и наверное есть такое расширение да дальше я могу input float провайдер сделать get service и тоже использовать этот на самом деле все в инструкции microsoft описано как это get services get required service get services и нужно просто с этим один раз посидеть разобраться и потом у вас в общем-то наступит счастье и так смотрите я get service output сервис получил в данном варианте он не возвращает уже коллекцию и как видите у меня соответственно принят у него нету но теперь зато я точно могу сказать что вот этот вот метод у меня может отработать уже вот здесь и я могу отдать как раз output давайте вот так сделаю а вот тут сервис в коллекцию то есть во первых наверное output сервисы это все сервисы я сейчас покажу и в аргументах смысле обработать эту ситуацию по-другому что есть у меня аргументы то да мне нужно сюда обязательно сейчас один момент так это мы закроем я просто хочу чтобы у меня помимо аргументов отправлялась оргс и только аргументы но и сервисы которые у меня доступны и я думаю что это понятно и на основании того какие аргументы я также буду делать выбор вот у меня приходит а и номер был сервис то есть а я тут коллекцию и теперь я могу сказать что если консоль тогда ну давайте вот так сделаем я не буду здесь создавать инспанс я просто выберу а вот путь сервис с вот так нам нужно вы найти тот где давайте так first и дефолт давайте сейчас мы точно знаем что он там есть где x так у меня типа нету get type равен type of я опять же повторяюсь это слишком надуманная такая конструкция но тем не менее для того чтобы программа заработала я должен это сделать давайте вот так сделаем control d и здесь скажу что мне будет другой сервис который другого типа это я сделал только для того чтобы выбрать коллег из коллекции конкретный тип сервиса то есть конкретный тип реализации я давайте поставлю бряку покажу что это работает так поднимемся наверх и смотрите у нас get service возвращает непосредственно может вернуть ну вот об этом вопросе говорит поэтому get service я скажу что у меня get required service ну это плохое слово давайте реклайт сервис вот так вот вот который не возвращает нул и в общем это нужно тоже понимать как это работает так как у меня все зарегистрировано и не возьму ну то есть не может быть ошибки то есть у меня программа построена таким образом что я явно зарегистрировал я точно знаю что у меня инстанции зарегистрированы а есть такие программы когда модули подгружаются из других программ и тогда resolve может вернуть нул и это нужно просто проверять опять же это возможности как раз этого самого контейнера я точно знаю что required вернет объект ну и давайте здесь поставим бряку и breakpoint мы запустили программу и пошли по выполнению и я создал сервис collection я зарегистрировал все существующие у меня объекты где-то сами объекты где-то только интерфейсы и реализацию и поехали дальше вот он появился сервис провайдер и теперь мы этого сервис провайдера берем i output сервис давайте посмотрим сколько их как вы видите они здесь обе соответственно при выборке там дальше они у меня будут использоваться как пачка здесь у меня провайдер смотрите input провайдер также разрезовывал и output провайдер он его сам создал и калькулятор в общем все то же самое что и мой когда-то созданный simply иок но принцип работы у него практически одинаково надо понимать что внутри сервиса инстансы создаются через активатор других вариантов ну то есть через рефлексию через так называемый активатор я других вариантов вроде бы не видел и так здесь у меня тоже есть это все и теперь я иду в партийный элемент у меня есть мой аргументы у меня здесь есть output сервис их пачка и зависимости от аргумента который меня по умолчанию равен консоль я выхожу сюда нахожу один сервис у которого тип и соответственно output сервис у меня будет консоль ну я думаю что это видно ну а дальше по накатанной в общем как вы видите все это запустилась работает давайте а ну да давайте разделим это число о как интересно какая реализация смотрите у меня две реализации случилась неприятная неприятность и опять же я понимаю почему так случилось давайте я вам объясню как вы видели что у нас в консольном окне сначала все было в консольном консольном а потом бац и получилось не очень консольное приложение а выдалось сообщение в message box это говорит о чем сам контейнер не может решить какой инстанс то есть какой конкретный тип реализации возвращать в конкретные запрошенный сервис например калькулятор провайдер как вы помните он у нас запрашивает output сервис и поэтому не знаю на каком основании вот этот вот сервис collection решил что так как у нас их два он выдал то один то другой в общем вот это одна из тех проблем которые могут вас настигнуть при работе с этим черным ящиком поэтому нужно четко точно понимать как вообще работает эта штука действительно черный ящик и как вы видите я даже сам не подозревал что она может выдать одно другое третье пятое ну если говорить конкретно решение про эту проблему то разные контейнеры работают по разному одним из них например вариант использования именованного инстанса например допустим если в калькулятор повайдер где он у меня здесь есть input какого-то то есть inject какого-то output сервис есть варианты использования ну например в автофаке есть не имеет и название какого-то ну то есть у меня естественно этого нету потому что я не установил этот автофак но как вариантом не имеет по моему указывается нет не надо мне это все переводите здесь указывается name там допустим консоли да то есть в разные контейнеры разные депенденте injection контейнеры решают эти разные вопросы по-разному где-то можно указать инстанс где-то можно выбрать регистрацию соответственно и регистрация должна быть соответствующая ну например в некоторых контейнерах есть такое понятие как не имеет то есть под именем или вытянным ну разные контейнеры еще раз повторюсь они работают по разному данном варианте он сам себе решил что у меня есть и такая такая реализации в одну зависимость отдал один тип в другую зависимость отдал другой тип что на самом деле не good и с этим нужно в общем-то бороться если говорить про вот конкретное решение вот этой задачи то теоретически должен быть какой-то давайте я как типа виде бонуса да наверное вот так и сделаем я сделаю не провайдер а такую папку создам и назову ее factory давайте вот так вот даже factories и создам out put наверное factory .c sharp то есть output selection вот так вот наверное чтобы вы понимали что я хочу сделать какую-то фабрику которая будет делать выборку на основании какого-то параметра и собственно говоря это будет решаться тоже через департаменте контейнер давайте напишу кто напишу ой и номера был ой а вот пуд конце out как он пишется output сервис и напишу out put services то есть я сюда буду их получать пачкой для того чтобы сделать конкретный выбор и собственно говоря я теперь хочу написать давайте я их положу в коробочку какую-нибудь шарпер не создаст этот сервис и теперь я хочу сделать метод который нет давайте опять же сделаем его паблик ай аут пуд сервис гет аут пункт сервис соответственно ну и здесь как вы понимаете мне нужно в по образу подобию сделать как вот здесь сюда есть ли я думаю что вы уже догадались какие это сделаем в данной конкретной реализации и пусть будет string давайте вот так я сделаю булл из юз консоли и напишу чтобы она была давайте ничего не буду писать хотя пусть будет true я буду всегда по умолчанию использовать true тогда не нужно и тогда есть ли я скажу вот здесь из юз консоль то мой вот этот вот сервис с я вот они я могу вот из этого вот из этой пачки сервисов выдать конкретный тип ну и соответственно мне здесь все типы нужно выдать и что дальше я теперь возьму и selection и также зарегистрирую его ой смысле в селекшн факторе также за перегистрировал в контейнере и теперь у меня есть возможность выбирать опять же я могу здесь калькулятор сказать что у меня сюда приходит не отпут сервис такая штука которая называется си аут пуд наверное лучше напишу так вот тут selection factory и собственно говоря вот мнение не вот вот factory и мне нужно чтобы вот этот вот output factory взял его на основании так у меня по умолчанию будет собственно говоря вот но тут уже смотрите на самом деле получается даже очень интересно меня по умолчанию будет использоваться консоль и я везде сейчас так сделаю где у меня прокидывается аут пуд но тут уже как бы программа пошла уже дальше развиваться я сюда также заброшу вот это вот путь секторе ой факторе и здесь вот путь selection factory а здесь как раз его и напишу откуда selection factory . где-то путили здесь мне никакого параметра не нужно таким образом везде будет прокинута непосредственно ай а вот тут сервис чтобы посмотреть где он используется еще я скажу что мне нужно а он еще используется в консоли output сервис а и мы сачалку сервис но все видимо нигде так ну давайте все таки проверим а то я четко как-то по моему слишком самоуверенно в 12 здесь у меня output сервис до подменился здесь в качестве флот не туда нажала в 12 здесь output сервис не подменился давайте здесь вот тоже подменим то есть уже программа немножко строится по другому принципу selection factory и здесь вот этот вот selection factory но тем не менее при этом не ломается более того смотрите теперь у меня появилась возможность давайте во первых запустим и проверим что это работает например давайте для сервиса вот calculation калькулятор провайдер вот плохой вариант так это не то вот input оператор провайдер до сюда вот два проваливается давайте нажму сюда breakpoint и запущу приложение таким образом получается что я получу не только input сервис но и факторе в котором сделается выбор на основании умолчания да то есть выбор по умолчанию так давайте отпустим ее вот она пошла 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 здесь у нас по умолчанию ну ой смысле консоль и соответственно на выходе вот у нас консоли output сервис и так это сработает соответственно на всех inject а где его использую здесь уже это можно убрать и я не убрал да ну ладно ладно пусть будет так и программа приобретает уже некоторый функционал который расширяет возможности консольного приложения до уровня абсурда но тем не менее я думаю что все равно наглядный вариант процессим смотрите мы здесь получаем аргументы из в консольное приложение само собой мы получаем из метода main а если мы подключим допустим конфигурацию и напишем в джейсон файле мы хотим использовать для этого приложения консольное output тогда нам конфигурация ой аргументы здесь не потребуется а в этом самом а вот путь selection factory можно как раз эту конфигурацию загружать и таким образом у нас в прям войс поедут нет в вапсеттинг . джейсон или в какой-нибудь другом джейсон файле который вам нравится просто можно указать параметр консоли output читать его здесь в этом самом главном output selection factory проверять какой параметр указан файле джейсон и загружать соответственно для всего приложения либо тот либо другой output сервис это кстати один из вариантов ну например депенденции как она ой дипло дипломент все заговариваться начал то есть если вы используете микросервисную архитектуру она работает то на windows то на линуксе вы можете выбрать в консоль выводить ну или там текстовой файл или допустим в месседжбокс это я очень сильно так абстрагировался от реализации насуществуется к тому что как раз уже меня . входа конфигурации переходит из . входа аргументов для выбора типа консольного типа output сервиса у меня из мэйна переходит вот в этот самый selection factory который более гибко можно настроить потому что он знает про что что про то что происходит ну теоретически было бы неплохо добавить еще и этот configuration сервис показать как он настраивается но я думаю что это нужно делать уже в отдельном видео в общем и так друзья на самом деле как вы понимаете можно это приложение усложнять до бесконечности давайте еще доведем его немножко думаю здесь мы регистрируем его здесь мы создаем как он называется сервис провайдер давайте напишем потому что это как бы объект вот ну а здесь уже резолвим объекты но и как вы понимаете давайте я наверно тоже покажу еще что такое сервис collection чтоб можно было понимать как это работает create new service new объект пусть будет так и на примере ну допустим шаблона которые для микросервисов или давайте чистый возьмем ну например не десктоп а веб и здесь у нас есть вот асп ну допустим где-то у нас тут вот есть empty core нет никого давайте вот мвс и приложения просто new неважно собственно говоря главное чтобы она была в об об ну куда-нибудь его пока в темп запихнем отлично я просто хочу показать где это встречается чтобы было понимание того как это работает ну в другой системе пусть она так и называется как она называется вот создалось приложение и я открываю программ здесь у нас создается как раз вот этот самый web host builder то есть он создает как раз приложение и мы идем стартап который собственно говоря конфигурирует этого приложения и если нажать f12 то мы перескочим как раз в этот стартап файл который настраивает его и здесь мы увидим тот самый ай сервис коллекшн и здесь те самые сервисы и здесь у нас есть конфигура и в общем-то для того чтобы увидеть как это инжектится можно открыть какой-нибудь контроллер ну хорошо что выбрал такой что здесь уже есть контроллер я просто покажу что у нас вот этот самый ай логер уже инжектится и я могу сюда заинжектить как раз тот самый ай сервис провайдер в котором могу резолвить ай сервис провайдер сервис провайдер вот у меня создался экземпляр и соответственно ну вот например в индексе файлы я могу сказать сервис провайдер точка ну и здесь вы увидите тот самый get сервис и все остальное что необходимо для работы конкретного контейнера с конкретными задачами в общем наверное на этом нужно заканчивать я показал наверное все что хотел я очень вас прошу отписаться так мне вообще этот проект не нужен давайте его закрою я вас прошу отписаться в комментариях насколько такой данный формат который был представлен четырех предыдущих видео вам полезен и удобен может быть имеет смысл придумать какую-то еще задачу самое простое и довести ее до вот такого безумства то есть до до абсурда то есть на самом деле я думаю что была серия полезным на этом я хочу с вами попрощаться всего доброго пишите правильный код и спасибо за субтитры сделал DimaTorzok